Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Как относиться к нечистоплотным людям? Что о таких людях говорит Церковь? Действительно, некоторые из нас, только входя в храм, если этот храм, который вы посещали, начиная свою церковную жизнь, был где-нибудь на перекрестке людских дорог, многолюдный, нередко в толпе людей, бывающих на службе, находится немало пахнущих, аромат от которых расходится на полхрама, запахи нечистоплотности, отсутствие навыка частого омовения, не душистым мылом и шампунем, березовым или дегтярным, а какими-то зловониями. Человек добивается вокруг себя какой-то зоны неприкосновенности, в которую не дерзают входить люди, чтобы не задохнуться. Или необходимость оказать служение, милосердие лежачему больному вызывает поначалу бурю чувств в начинающей медсестре, только осваивающей это служение. Вот эта человеческая нечистота, имеется в виду не нравственная, а физиологическая, настраивает на многие размышления и о низости, ранимости, уязвимости человеческой природы, а, с другой стороны, открывает человеку собственную брезгливость, отчуждение от ближнего, когда он не напомажен, когда он не приукрашен, когда он не припудрен. Тут наши русские классики не проходили мимо этой темы, и у Куприна офицер Ромашов, вливающийся в какой-то мутный и нечистый социум, нравственно нечистый офицерского городка, чувствует родство с дурно пахнущим солдатом, которому вдруг оказывает какое-то милосердие, которого жалеет. И у Достоевского, братья Карамазовых, возмущаются мыслодострастники о том, что искусственно какой-то святой, о котором сообщается в Патерике, взял себе прокаженного на собственное ложе и в его собственный зловонный рот дышал теплом уст своих, чтобы отогреть его, ничуть не гнушаясь дурным запахом и той вонью плоти, которую источал из себя болящий. И вот не может это быть, предполагает герой Достоевского, искренно не может у человека не быть отвращения к вот этим проявлениям человеческой нечистоплотности. Но благоволивый, восприняя человеческую плоть со всей ее ограниченностью, Господь Иисус Христос, умывший ноги ученикам своим, ноги натруженные в хождении вслед за ним по улицам Иерусалима и его предместьям, не проявил никакого чувства брезгливости, но послушание последнего раба исполнил сам со всем усердием, в том числе и в отношении Иуды. Для монашествующих тренировка в преодолении своей брезгливости составляет даже какую-то необходимую часть их опыта. Это, припоминается, старец Паисий приводил историю, в которой особенно брезгливому монаху при восхождении на гору Синай достался самый нечистоплотный из местных жителей, который, подавая ему, очень голодному, драгоценную похлебку, разлитую в специальную миску для него, поднося к нему, опустил два своих больших пальца с правой и левой руки как раз в эту похлебку. И улыбался очаровательно, и рад был послужить, вовсе не думая, что эти пальцы с никогда не стриженными ногтями и вечным трауром под ними вызвут такой ужас и негодование в монашествующем, который выбил эту чашку из рук его со словами «вон, вон, прочь», и таким образом проявил, остался голодным, но не мог побороть свое чувство брезгливости. Это, конечно же, не от Бога, и не всегда предоставляется нам возможность последовать совету русского сатирика, вернее, советских времен сатирика. Не хочешь, чтобы пахло, отойди. Приходится принять участие, засучив рукава, в преодолении дурных запахов и в помощи людям нуждающимся, в том числе подзапустившим и свою телесную жизнь, так что она уже, точнее, ее запущенность проявляется дурными запахами или видом нечистоты. Но здесь самому Христу уподобляется снисходящий к этой немощной человеческой плоти, ибо Он, будучи Богом живым, снисходит к нам ради нашего спасения, принимая на себя свою личность божественную и человеческую природу. И нам, помня об этом снисхождении, надлежит тренироваться, не быть слишком зависимым и слишком впечатлительным от проявлений вот этой физической нечистоты в окружающих нас людях. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok